Массовое отравление детей в Ривненской области. На больничных койках оказались 22 воспитанника школы-интерната и двое взрослых. Все подробности узнаем от Снежанны Сидорук. Первые воспитанники Мизоцкой школы-интерната попали в инфекционное отделение районной больницы еще 19 сентября. Через несколько дней госпитализированных было уже 10. В больницу доставили и двух работников учреждения, воспитателя и повара. Все дорослые воспитанники Мизоцкой школы-интерната, дети там подопечные. У всех хворих однаковая симптоматика и скаргами на подвищение температуры тела, редкие выпорожнения, блювота и боль в животе. Десятилетняя Даша на больничной койке уже шестой день. Возле ребенка дежурит мама. Говорит, после того, как дочь пожаловалась на боль в животе, их вызвали в школу. Забрали до домной температуры 39, паловый уморок. Мы вызвали швидку. В соседней палате 11-летний Виталий. Его скорая забрала прямо из школы. Мальчику первому стало плохо еще на утренней зарядке. Я на снятанку был, на зарядке меня скрутило. Как скрутило? Крупком. Положал в изоляторе трех. И забрали скоро. Температура под 40 была. Учебное заведение сразу же закрыли. Всех воспитанников, а их более 200, отправили домой. Причиной отравления воспитанников и учителей Мезотской школы-интерната стала сальмонелла. Это уже подтвердили лабораторно. Пока делали анализы, количество заболевших возросло в два раза. Этот сбудник мы выявили у отхворых, в сировине. Это мясо сире охлажденное, а также на поверхнях, рабочих поверхнях в харчоблозе. Обставления, что сприяли поширению спалаху, это недотребление правил особенной гигиены и порушение санитарно-гигиеничных требований при приготовлении и сохранении продуктов. Из-за вспышки инфекции все учебные спальные корпуса и столовые продезинфицировали. Сейчас помещения закрыты. Когда возобновят учебу, пока неизвестно. Снежана Сидорук, Лариса Зубенко. Подробности – телеканал «Интер» Ривненская область.